Приветствую вас. Ну, здесь вы описываете, на самом деле, как мне кажется, не только чувство вины, хотя, безусловно, ну, безусловно, есть и оно тоже, чувство вины. Мне кажется, что вы описываете ещё и в какой-то степени свой страх, я бы сказал. Страх, ну, страх принимает решение. Страх жить, как мне кажется. Потому что вам не может быть ни страсти. Ну, вот, образно говоря, жить так, как вы живёте. Так, если у тебя есть ещё и страх, страх может быть совершить ошибку и так далее. Вполне возможно. Такой вот вариант. Вот. Ну, понятное дело, что я этого наверняка знать не могу. Вот. То есть, ну, я надеюсь, вы понимаете. Тут, 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 тут нужно смотреть, исключительно смотреть, вот, на что, как это всё у вас складывается, получается и так далее. Вот. Следующее, на что хотелось бы мне обратиться, значит, ваше внимание, это, ну, вот, собственно, чувство вины, о котором вы говорите. Значит, чувство вины, о, есть злость, как, как правило. То есть, чувство вины возникает, когда у человека много, много, достаточно подавленной злости, когда у человека много, достаточно подавленного негатива. Вот. И он обращает его, ну, вот этот негатив, на себя. Вот. И, соответственно, возникает такая вот история. Очень неприятная, очень тяжёлая, вот, и так далее. Поэтому, моя идея заключается в том, чтобы вы поработали со своим чувством вины. Вы поражали его, чтобы вы поражали его, чтобы вы не позволяли ему, в смысле, чувство вины, собой управлять. Вот. И в делах его класс. Ну, и нужно учитывать, конечно, что выбираете то, вы выбираете то, что вы выбираете. Зависит от родителей, от родителей, от родственников и так далее. И вам больно от того, что вас критикуют, критикуют. Вот. Поддержки вы не имеете. Как мне кажется. Вот. И вот. Получается, такая вот очень неприятная история. Что вы чувствуете себя? Покинутый, да? Наверное. Вы чувствуете себя? Брошенный. Вот. И так далее. Хотя... Хотя это может быть даже не так совсем. Вот. Но вот вы себя так ощущаете. Поэтому мне кажется, что... Задача вам помочь получить поддержку, которой вы нуждаетесь. Это первое. Самое главное. Вот. Второе. Это... Вероятно, поработать с чувством вины. В том, что... Ваше, ну... Раздирает, разъедает, разъедает. На куски. Вот. Ну и... Третье. Это... Со сраком. Жить. Вот. Вполне вероятно, что вы, кстати, этого не признаете. Радость. Ну, будет сказать, что нет. Я не боюсь жить. Вот. У меня... Вообще все хорошо. Вот. И... Ну, вот. На здоровье. Как бы. Ну, все же... Посмотреть в эту сторону, мне кажется, было бы не лишним. Вот. Значит, для вас. Вот. Пожалуй... Такой ответ я... Мог бы вам дать... Сейчас. Вот. С точки зрения... Психотерапии. Вот. Я, конечно, вам... Сочувствую. Вот. Я вам... Сочувствую. Извините. Извините. Сочувствую. Очень жалко. Очень жалко, что... Вы попали. Вот. В такую... Ситуацию... Жизненную. Вот. Очень жалко. Но нужно жить как-то. Нужно жить дальше. Вот. Поэтому... Я думаю, что... Помощь вы получить в любом случае... Можете. Вот. Вот. Еще важный момент, что... Когда вы... Просите помощи, например... Ну, у своих, допустим, родственников, да? Которые вас... Вот. Вот. Критикуют как раз. Когда вы просите у них помощи... Вы, вероятно... Ну, можете... Ну, не знаю. Чувствовать себя... Униженным. Вот. Вот. То есть, это все важно... Поработать над тем, как вы относитесь вот к... Ну, к своей какой-то вот слабости, да? Или когда вы... Там... Просто что-то и так далее. Вот. Вот. Это вот тоже такой... Достаточно важный... Нюанс. Достаточно... Важный момент. Вот. На который вам имеет смысл обратить свое... Своё внимание. Чтобы... Чтобы не пропустить... Эту деталь. Вот. Так. Дальше. Значит. Обращение за поддержкой советов. Поддержку подоставим. Советы психологи не дают. Так. У меня с родителями были взятные отношения. Патроники, оскорбления, что... Матери состранятся. У вас есть... Травмированность и много боли. Это нужно прожить. Она была постоянно отстранена от меня. Из-за отношений со всеми жизненных проблем. А как вы воспринимали... И воспринимаете ее отстраненность от вас? 16 лет я живу отдельно от твоих родителей. Потому что просто состояние... Как-то с ними налаживать отношения и жить под одной крышей. А вы должны с ними налаживать отношения и жить под одной крышей? Или как? Мне почему-то показалось, что вот вы... Считаете, что... Что должны это делать. Так. Сейчас у меня проблемы в личной жизни с работой и с жильем. Я вынужден обращаться за помощь в коротких. Вот это я наслышиваю адрес критику. А как вы приходите к тому, чтобы попросить помощи? Это первое. А второе. Как вы реагируете на критику? И как вы относитесь к проблемам? Слайн. Намекусь, что со мной что-то не да, какая-то такая раз у меня так все складывается. А сами вы как считаете? И вообще просто какая-то не такая. А сами вы как считаете? Чем больше я их пропускаю к себе делюсь со своими проблемами, чем хочется становится мне. А вопрос в том, как вы относитесь к своим проблемам. Понимаете, если вы к своим проблемам относитесь как к чему-то постыдному. Вот. К чему-то именно постыдному. То да. Это правда. Потому что родители вас будут критиковать. Ну, много родителей так поступают. Не только ваши. А сейчас на двадцать один я опять же убеждаю, что отношений нормальных там быть не может. Ну, что есть нормальные отношения. Большой вопрос. Я бы очень хотел не мучить себя, просто порвать какое-то общение со своей семьей. Но что-то мне не дает сделать. Мне кажется, вы писали право помощи ранее. Не право учитыва вины, а право помощи. То есть, что вы нуждаются именно в их помощи. Как-то, знаете, немножко не вкладывается. Сначала вы говорите, что вы вынуждены обратиться к своим родителям за помощью. Потому что, ну, вот у вас проблемы. Сейчас вы говорите, что вы не можете с ними порвать общение. Потому что у вас чувство вины. То есть, как-то, как-то вот не складывается. Честно говоря. Пазл. Вот. По крайней мере, у меня не складывается. Пазл. Вот. Я не знаю, как у вас. Вот. У меня он не складывается. Поэтому... Хотелось бы... Как-то этот момент уточнить обязательно. Потому что... Ну... Как-бы... Вполне вероятно, что... Вы сами... Себя... Обманываете. Вот. Здесь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Рifsал. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова